Приветствую вас, друзья мои, смотрите, какое длинное перечисление злых качеств дает в одном из мест своих посланий апостол Павел к Тимофею пишет «Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди и будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Апостол Павел в карман за словом не лезет, он длинный перечень перечисляет вещей, которыми характерна должна быть человеческая природа, причем это ниоткуда не взялось, оно и было, просто оно было как семечко, потом выросло в виде уже таких деревьев и распустило ветви и принесло свои злые плоды. Третья глава второго послания к Тимофею, поинтересуйтесь, самолюбивы, сребролюбивы, правда же, каждый я, я, денежку любит, горды, надменны, злоречивы, этого сколько хочешь, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, поссорятся один раз, потом всю жизнь как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем будут друг на друга дуться, все правда, не любящие добра, предатели, имеющие вид благочестия, а силы его отрекшиеся. Плохо жить, когда все это буйным цветом цветет и деться некуда, деться некуда, потому что а куда деться, от себя самого куда деться, ведь это не только в ком-то есть, это же есть в скрытом виде в тебе и мне, поэтому оно из тебя тоже растет и тоже ты замечаешь. Мы потому и понимаем эти качества, за этими именами усматриваем некие реальности жизни, потому что мы носим это все в себе и чувствуем, что тоже к этому причастны. Вообще удивительно, что нужно сделать вообще, чтобы человек проснулся и начал серьезней жить. Помните ту историю Зои на стоянии, уже кино про нее даже сняли в хрущевские времена, когда некая девица в Куйбыши тогдашней, на Новый год потанцевала с иконой Николая, замерла, чтобы в нее иголки гнулись, противостолбнячный укол не могли сделать, и днем стояла, как камень, а ночью орала «Мама, гори!» Она простояла там очень долго, потом чудотворец Николай сам пришел к ней, благословил, она размякла, ее успели присидеть, кажется, она умерла. Но этот крик «Мама, гори!» он переполошил, там перебудоражил весь город. Люди массово стали бежать в церкви, креститься, крестики на себя одевать, исповедоваться, прищищаться, квартиры освещать, там какие-то иконки дома ставить, где-то молитвы доставать, что-то там читать, все перепугались, потому что они вдруг столкнулись с явлением из иного мира. Очевидно, пока что-нибудь такое грозное не клюнет человека или целое человечество, люди не хотят серьезно относиться к жизни. И вот сейчас доигрались до того, что прежний вылизанный рай европейский, недолгий рай, превратился в кипящую кастрюлю, подпрыгивает крышка на этой кастрюле, того гляди, вообще сбросится процесс кипения выйдет из-под контроля. Преподобный равноапостольный Косьма Италийский говорил, что будет большая война, после которой люди в Европе будут есть золотыми ложками, говоря о том, что была Вторая мировая, страшней войны не было, охватило все человечество, за редким исключением. И после этого где-то лет сорок Европа ела золотыми ложками. Был бум перепроизводства, были кредитования, вдруг стали все ездить на машинах, летать на отдыхе, квартиры, роскошная жизнь пошла, 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 начинается хлопываться, все заканчивается, эта коста заканчивается, страхом сменяется, а люди уже верить не умеют, они уже не могут даже лба перекрестить, они ищут спасения в демократических процедурах, они выходят на улицу и поют, как те французы, вместо того, чтобы молиться Богу, они теперь будут петь Марсельезу, чтобы больше бомбы не взрывались. А бомбы будут взрываться, куда им деть с этим бомбой? Они будут взрываться, потому что мир начинен злодейством, неправедностью, грехом и всяким безобразием. И это последние такие факторы в стряске для человека, хотя даже это может не помочь. Святой Амросий Оптинский говорил, что если на одном конце села будут вешать, на другом конце села грешить не перестанут, потому что до нас еще не скоро дойдут. Поэтому как раковая опухоль, как гангрена, которая захватывает здоровое тело, распространяется всякое безобразие по лицу земли, а люди как будто сном охвачены, не спят, никто не делает себе таких нравственных выводов. Хотя нужно вообще взбодриться, нужно покаяться в своих грехах, нужно преклонить колени перед Богом, прославить Его имя, потому что мы очень много в жизни прожили дней и лет вообще не думая про Господа, мы произнесли миллионы слов, из которых ни одного не было про Бога. Мы ходили в тысячи разных мест, но только не в храм. Мы делали что хотели, только чтобы без креста и без Евангелия. В супружеской своей жизни, и в личных своих, и в мечтах, и в тайной жизни сердца, и в работе, и в своих увлечениях мы делали все противное Святому Евангелию. Надо просыпаться. В конце концов, что это такое, что за жизнь такая? Секира при корне древа лежит, об этом еще Притеча давно сказал. То есть если человек похож на дерево, он похож на дерево, с деревом сравнивая человека постоянно в Священное Писание. Первый Псалом говорит о том, что человек это дерево, то есть он будет похож на древо, насажденное при исходящих вод, и плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся, что творит, успеет. Это человек, который поучается в законе Господнем день и ночь. А другое человек, это другое дерево, это дерево бесплодное, дерево сухое, уже при корне этого дерева секира лежит, так как возле щиколоток наших, лежит топор и касается, так сказать, босых ног наших, касается железной лезвия. Еще немного-немного, значит, такое, и начнет в лесу раздаваться топор дровосека. То есть люди и так погибают ежедневно, в автокатастрофах, террористические акты, военные действия. Кто думал, только лицемерная Европа плачет про своих убитых и раненых, про тех, кто на Донбассе убивает, с утра до вечера уже второй год и никто не плачет, наплевать всем. Во всем мире людей убивают, пять лет в Сирии убивают людей, никто не плачет. И не собирается плакать, потому что это унтерменши, это другая нация, это другие люди. Это лицемерный фальшивый мир, совсем сошедший с ума, с какими-то гомосексуальными браками, с кем-то бабами и епископами, с еще какими-то кошмарами, с полным пренебрежением к своей собственной истории, к Церкви, к Христу Иисусу. Иисусу Христу, если поставить стол, накрыть его всякой едой, вкусной и учинить пир с пением, музыкой с горящими свечами, то за столом этим, цивилизационным столом будут сидеть на первых местах банкиры, спортсмены, проститутки, киноактеры, альпинисты, кинорежиссеры, путешественники, Христос будет в конце стола, как самый последний нищий, и то не факт, что туда пустят. Современная цивилизация вполне научилась обходиться без Христа, только вот ненадолго можно обойтись без Христа, так можно научиться обходиться без воздуха секунд на 40 или на полторы минуты, но потом придется сделать глубокий вздох, нельзя жить без воздуха и без Бога жить нельзя, а те злодеи, которые удобно расположились в этой жизни и живут так, будто Бога нету, они, во-первых, сами себе собрали уже ведро горячего угля на голову, во-вторых, вместе с ними пострадают другие люди, пострадает очень много других людей, тех, которые вроде бы хорошие такие, вроде бы они ничего плохого не сделали, тоже под одну гребенку, одной метлой, одной граблей это все будет подобрано к костру, все это будет вместе гореть, не погаснет. Об этом давно уже сказано, об этом говорил Исаия, тот же Косьма Италийский говорил, что если нечестие превышает меру, то гореть будет и сухой и мокрой, то есть и сухие дрова, и свежие и мокрые дрова, то есть и праведный и нечестивый, все будет в куче гореть, потому что не спасешься, один ты не спасешься, редко так бывает. Лота забрал Бог из Содома, Содом сжег, но за пределами Содома от греха не уберегся. Поэтому не надо валять дурака, нужно стать перед вопросами последней важности, то есть религия вообще это область ума и сердца, в которой человек ставит перед собой вопросы максимальной степени ответственности. Религиозное сознание это сознание максимальной степени ответственности и заинтересованности, нет ничего важнее вопросов, которые рождаются в области религиозной мысли, надо стать перед лицом самых крайних вопросов, я вечен или нет, я буду жить после смерти или нет, я верю в Бога или нет, во Христа Божия я верю или нет, эти вопросы нужно себе задать обязательно. Если верю, то что надо делать следующим образом? Дальше что? Допустим, да. Дальше что? Что делать? Конкретно делать что? Эти вопросы необходимо, чтобы пронзили человеческое сердце, пронзили его, как внимательная метко пущенная стрела из хорошего лука, хорошей рукой и метким глазом. Вот примите глубоко в сердце такую стрелу и не думайте, что жизнь будет веселая и счастливая и нам за это ничего не будет, все будет очень сильно меняться очень быстро и тем хуже будет для нас, если мы будем делать вид, что все в порядке и мы рождены только для счастья и больше не для чего. Человек рожден для серьезных вопросов, а не для наслаждений. Итак, в последнее время будут люди самолюбивые, сребролюбивые, горды, надменные и так далее. Третья глава второго послания к Тимофею. Постарайтесь узнать себя в этом перечне и избавиться от того, что здесь написано. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok